Сначала мне нравилась хирургия, но к четвертому, к пятому курсу все-таки мне больше понравилась терапия. Поставить диагноз, самое главное, это как вот детектив Шерлок Холмс. Я ездил даже в центральную медицинскую библиотеку и вечерами читал Хеглина, диагноз внутренних болезней. Я перешел в ангиографию, потому что уже почти 7 лет проработав в отделении неотложной кардиологии, понял, что надо наукой заниматься. Когда вот на столе расширил баллончиком сосуд, стенокардия ушла, вот это кайф. Ничего приятней нет. Отец всю войну прошел, от Москвы до Берлина. Был артиллеристом, но он не любил рассказывать про войну. Потом стали нас переводить, не зря оставили. И в Орле я первый-второй класс закончил. И там у меня друзья остались. Лето мы ездили к бабушке нашей, Александре Филиппине. Лето проводили там, в Норском. На Волгу ходили, купались. Волга мать родная. Ни отец, ни мать с медициной никакого не имели отношения. Старший брат решил поступать в военно-медицинскую академию в Питер. И там кто-то из родственников сказал, а что ты, говорит, попробуй в Москве поступить. Первый мед. И он поступил. Средний брат по его стопам пошел. Я все время шутил. Два брата ученые, а третий терапевт или кардиолог. Попал в Слифасовского. Я закончил ординатуру по скорой помощи. Но отделение было кардиологическое. У меня было две палаты, 8 человек и 4 человека. И я еще консультировал травматологию и гинекологию. Я получил такую клиническую практику. По 20 скорых за сутки, когда принимаешь, это, конечно, тяжелая работа. И потом попал сюда, в кардиоцентр. Чазов был директором центра. Евгений Иванович умница. Во-первых, я его уважал как специалиста. Я поражался его знанием. Я стал по две, по три коронарки делать. Коронарография – это контрастирование сосудов сердца. Она показывает коронарную анатомию. Есть и сужение в сосудах сердца. Откуда произошел инфаркт или откуда стимокардия. Если там какие-то есть изменения, сужения, мы можем их устранить. Непосредственно нашими методами. Ангиопластика, стентирование, ротоблация. Был больной. Он шел из ЗАГСа после развода. 36 лет. И, значит, я ему делаю коронарографию. Забита одна артерия, крупная, правая коронарная артерия. Полная окклюзия. Капаем ему тромболитик. Кровоток восстанавливается. Но на месте этого сужения остается. Через год он случайно ко мне попадает. Я ему делаю коронарографию. А там ничего нет. Чистые сосуды. До сердца никак не дойти толстыми катетерами. И Андреас Грюнцик придумал такой баллонный катетер. Его раздуваешь, он раздвигает вот эти сужения. И вот так появилась в 77-м году ангиопластика. Раньше я ездил в Новосибирск, Омск. В СКБ я много работал. Первый стенд ставили у нас. И вот я с Авченко втроем стояли рутинные процедуры. Стендов очень много различных. Даже наши стали выпускать. Мало того, амбидеградирующие стенды стали делать. Его поставил, и он в течение года абсорбируется, растворяется и уходит. Мне в 2005 году поставил Левицкий, мой друг. Он меня прослужил лет 10, если не больше. Все зависит от дефектов. Пьешь ли ты статины, диету соблюдаешь? Распорядок дня у меня такой уже достаточно пенсионский. Я еще за рулем. Ну, с 9.15, 9.20 я уже на месте. Смотрим расписание. 12-17 больных. Я могу встать в операционный учет сделать, но у меня ординаторы уже неплохо работают. Я в основном консультирую. Вот будет самко в Питере. Сам саммит К коронарное по осложнению. Получилось самко. Я всем объясняю, я здесь ни при чем-то, но так получилось. А идея какая была? Моя идея-то. Все рассказывают про свои достижения. Либо рекомендации, там, американские, европейские. Я говорю, ну, можно взять и почитать. Давайте бы про осложнение говорить, как мы с ними боремся. Это важнее. Надо любить свою профессию. Постоянно совершенствовать, участвовать в конференциях, слушать доклады, самому выступать. Врач учится до конца своей жизни. А потом главное для врача – это помочь пациенту. Ни зарплата, ни слова благодарности. И когда он тебе говорит спасибо, ой, я себя хорошо чувствую, лучше ничего нет. Субтитры сделал DimaTorzok